Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка и очередной Мукбанг. Сегодня у нас манты или манты. Как бы я ни говорила, все равно меня исправляют в комментариях. Вообще, я всегда слышала манты. Нет, я всегда слышала манты. Но потом мне начали писать, что ты говоришь неправильно. Я начала исправлять, а потом мне опять начали писать, что опять неправильно. Не знаю даже, как правильно. Сегодня встала, прохладная погода такая, прям, знаете, ветрена. И в такую погоду вот реально не хочется вставать. Хочется встать, покушать и дальше лечь спать. У меня еще не спортзал, поэтому такой возможности нет. Надо закончить все свои дела. Обожаю. Кстати, когда манты готовишь в мантыварке, они получаются совершенно другими. А это мы готовим в сковородке, потому что мантыварки у нас нет. За донаты огромное спасибо. Хочется передать приветы. Айвина. Я сначала подумала, может ошибка, может Алина зовут девушку. Но нет. Айвина. Айка, привет. Надеюсь, у тебя все хорошо. Жду с нетерпением новые видео и влог. Можешь, пожалуйста, в следующем видео рассказать что-нибудь интересное из твоего детства. Я передаю тебе огромный привет, Авиночка. Истории из детства. Даже не знаю, что рассказать. Можно рассказать что-то касательно моего брата. Мы с братом никогда не ладили. По сей день, мне кажется, у нас есть немножко недопонимание с ним. А в детстве это был просто ужас. Я была очень спокойным ребенком. Не конфликтным, особо не общительным. Не была душой компания. Вот. Не было дня, чтобы мы с братом не ругались. Каждый день обязательно у нас скандал. Я, как всегда, шла стукачить родителям, что меня брат там обидел, еще что-то. Но он переворачивал эту ситуацию. Настолько выгодно ему. В конце оставалась я не права. Я помню вечную фразу моего брата. Папа всегда говорил, не забывай, что она младше тебя. Ай, нормаленькая. И вот тогда мой брат всегда поворачивался и говорил, ей будет 99 лет, мне будет 100. И что, я должен ей уступать, потому что она маленькая? Вот ни в чем мы не понимали друг друга. Вообще. У брата в комнате был компьютер. И чтобы поиграть на этом компьютере, я должна была заплатить. Моя любимая игра, это была Sims. Я обожала строить дома, делать семьи и все дела. А вот чтобы поиграть за компьютером, мне нужно было заплатить дань. Дань. Один раз я пожаловалась маме, что я постоянно плачу дань. Брат такой сказал, что за бред, что ты придумываешь и так далее. В общем, я не смогла доказать. И еще потом уже заплатить за следующий сеанс игры в Sims тоже не смогла. Из-за того, что я нажаловалась, настукачила. У меня был такой этот бан. Меня забанили. Он сказал, что все за такие выходки. Не будешь играть в Sims. Когда я училась в универе, у меня не было мощного, хорошего компьютера, куда я могла бы скачать Sims. А сейчас у меня есть компьютер, есть желание играть, но у меня нет времени. Я всегда думала, когда я буду на пенсии, я обязательно скачаю себе Sims и буду играть. Потому что сейчас вот вы напишите, что поиграй там каждый день по три часа или по два часа и остановись. Нет. Если я начну играть в Sims, вы меня просто потеряете. И меня не будет на Ютюбе, наверное, где-то неделю. Это как зависимость лично для меня. Я даже забывала покушать. Прикиньте. Я могла 7-8 часов играть и вообще ничего не есть. Поэтому это прям моя любимая игра. Я знаю, что если не дай бог я ее скачаю, это будет вообще пипец, что я представляю свою старость так. Я где-то на даче, рядом бассейн. Дети у меня уже все женаты, замужем, не нуждаются в моей помощи. Я сижу, рядом у меня гамак, лежу на гамаке с ноутбуком и играю в Sims. Вот так я вижу свою старость. Многие считают, ну какая старость без внуков и так далее. Я считаю, что пожилому человеку нужно прежде всего спокойствие, отдых и так далее. Я представляю свой отдых так. так рефляция. че-то, они сверху Rea. Хорошее, именно защита. Хорошее, с PREVIO, бисерензиков, неправильный вкус. Правильный вкус. Да, я у sensит ее. gedacht, в детстве на все это не было возможности сейчас просто нету времени на какие-то вещи на какие-то элементарные вещи сейчас наверно многие напишут ой подумаешь деловая так далее что ты делаешь можно подумать но просто представьте себе чтобы снять одно бумажное видео мне надо где-то 30 часов сидеть и рисовать и я не шучу реально нужно нарисовать 8 пакетиков нужно рисовать 8 сюрпризов нужно оформить каталог нужно плюс каждый день снимать мукпанг чтобы каждый день снимать мукпанг нужно что-то приготовить что будет перед тобой нужно привести себя в порядок слава богу с готовками немножко помогает мама но не всегда когда я сама макияж туда-сюда параллельно еще снимаю влоги все это нужно монтировать выкладывать делать обложки писать описание ставить хэштеги со стороны это конечно вот реально со стороны это кажется что я просто ем на камеру и все здесь абсолютно ничего сложного нету я согласна у меня не сложный контент но то что остается за кадром к сожалению все это не видите но за кадром тоже проделана немало работы каждое утро час у меня уходит на макияж час у меня уходит на съемки мукпанг а потом надо это все перекинуть на компьютер надо это все смонтировать два часа это где-то монтаж я имею ввиду монтаж и сохранение потом надо скинуть это все в youtube потом надо смонтировать влог еще я хочу на спорт еще посидеть порисовать бумажные сюрпризы давно там не было видео в общем все вот так вот каша конечно можно снимать меньше но мне кажется я уже приучила свою аудиторию к такому режима мне кажется если видео будет выходить реже это будет уже не настолько интересно хотя возможно я ошибаюсь я поела было безумно вкусно огромное спасибо всем за донаты привет и обязательно всем передам рецепт на манты я обязательно оставлю в инфобоксе переходите смотрите ставьте лайки подписывайтесь на мой инстаграм всех люблю всем пока